Это был один из тех чудесных дней, когда вечно легитимный пенсионер Виктор в Ростове проснулся в замечательном настроении. Рука крепкого хозяйственника потянулась к телефону, и тут на тебе, эсэмэска от Суркова. Увикни, 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 увимкни, увимкни, увимкни смску, настраивал себя Виктор Фёдорович. Предчувствия были самые дурацкие, но нажав, наконец, на кнопочку, пенсионер Виктор был сильно озадачен. Фёдорович, встречай индейца! И три смайла. Хм, что бы это могло значить? Может, индейец это фамилия? Подумал сначала Янукович. Или маскарад в честь Хэллоуина устроит? Это очень неплохой знак. Но житейский опыт подсказывал вечно легитимному Виктору, что ежели Сурков пишет загадками, то надо обязательно включать телевизор. Президент Боливии в аморали заявил о попытке переворотов. Беспорядки не утихают в стране вот уже почти три недели. Сядрён Батон только и успел прокричать Янукович, проваливаясь в кресло. Остановитесь! Подурели они там, что ли? Людоедов уже привозили, ещё индейцев нам тут не хватало. Тем более я ж бледнолицый. Та в угле и межэтнический мордобой будет, а то и растнут в трусиках. А я тебе шо говорил? Не ходи там, где тебя знают. Но это был тот редкий случай, когда и фарты масти Оливье были на стороне Януковича. И вместо ростовской общаги боливийский диктатор убежал в Мексику. Бывший президент Боливии в аморали сбежал в Мексику. Казалось бы, тут и история и конец. Но помимо локального счастливчика, здесь были и явные неудачники. Ведь не все в России осознали, что революция в далёкой Боливии – это не просто очередной геополитический провал Путина, но и бессмысленное разбазаривание народных денег. Наша крупная компания вкладывает заметные ресурсы. Вот «Газпром» вложил полмиллиарда долларов в развитие нефтегазового опроса. Но давайте обо всём по порядку. По странному стечению обстоятельств, все заграничные друзья Путина имеют до боли схожую историю. Фиг знает, сколько лет у власти. Президент Моралес, который возглавлял Боливию почти 15 лет. Диктатура и нищий народ, который ломают через колено. Последние годы правления Моралеса стали для Боливии периодом экономического упадка. При этом денег на улучшение благосостояния людей нету, а вот на российское оружие всегда пожалуйста. Эво Моралес рассказал, что сейчас рассматривается возможность замены американских учебных самолётов Т-33 на российский. Ну и, конечно же, фальсификация выборов для продолжения власти. Нарисовали там ему несколько процентов дополнительных. Причём нарисовали настолько неизящно, что организации американских государств, наблюдатели, это заметили. Причём ещё раз под это описание попадает не только Боливия. Это и Никарагуа, и Венесуэла, и другие союзники путинской России, где несмотря на нефть, газ и тот же литий. В Боливии самые богатые запасы лития. По разным оценкам от 50 до 70 процентов лития во всём мире. Люди живут за чертой бедности. И это не просто какие-то громкие слова. В той же Венесуэле при Мадуро начался реальный голод. Сегодня в Венесуэле наблюдается гиперинфляция. Уровень бедности вырос до 73 процентов. За прошлый год 70 процентов венесуэльцев потеряли до 8 килограммов веса. Это называется диета Мадуро. А что же в это время делали в Москве? О, ребят, там активно катались по ушам зрителей байками от цветных революций. Типичная технология цветных революций. Мол, на самом деле люди не голодные, а очень даже сытые. А магазины они грабят, видимо, от слишком хорошей жизни. 35 процентов бедноты. Официальная статистика ООН, чем тогда люди недовольны, не до конца понятно. Это им американцы голову задурили. Мы же наблюдаем постоянно один и тот же сценарий. У всех этих сценариев есть один и тот же продюсер. Это Соединенные Штаты Америки. Ну а для того, чтобы подобные маразмы лучше проглатывались уропатриотами, к революциям обязательно приплеталась Украина. Ситуация в Боливии развивается в некой похожей парадигме с Украиной. Универсальный рецепт Майдана приведен в действие. Так было на Украине в 14-м, так же произошло сейчас в Боливии. Причем уровень сенсации был просто космический. Первое и самое важное – обязательно найти какого-нибудь боливийского яроша. Как раз Майдан на спокойной демократической стадии переходит к вооруженной. Это когда появился правый сектор. Да, или в боливийском случае, когда появился Луис Фернандо Камачо, такой вот боливийский ярош. Далее гениальные эксперты принимались детально изучать толпу. О, мол, смотри, смотрите, в Боливии много молодежи. Да это же чистейший укроповский правый сектор. Примерно как в Украине, да? Смотрим, это правый сектор на Украине. И смотрите, что есть в Боливии. Естественно, уропатриотическая публика слушала это развесивуши. А царь в это время всячески помогал диктаторским режимам и финансами, и наемниками. В Венесуэлу прибыли бойцы частной военной компании, группа Вагнера. Сирия, Венесуэла, Ливия, Центральная Африканская Республика, Боливия. И это еще не полный перечень стран, где в последнее время засветились российские деньги и солдаты. Помимо действий в Сирии, ЧВК Вагнера выходит в том числе на африканские рынки, заходит в Южный Судан, заходит в ЦАР, в другие страны. Тут, конечно, надо бы напомнить, что деньги братским диктаторским режимам Путин выделяет не свои, а бюджетные. То есть условный слесарь Ваня горбатится годами на заводе, не доживая до пенсии. А денежки с налогов идут не на улучшение жизни Вани и миллионов таких же Вань, а на поддержку братских диктаторских режимов. 5 миллиардов в сезонную отрасль, более миллиардов в производство добывающей отрасли, 600 тысяч тонн зерна. И это только в этом году. Еще как минимум 17 миллиардов долларов в виде кредитов, начиная с 2006-го. Все это братская помощь России в Венесуэле. Боливия, как ни странно, она является второй по заказам газа. Газпром уже 500 миллионов долларов вложил в разработку этих газоносных месторождений. Понимаете уровень? Тем полмиллиарда, этим 5 миллиардов, а вот тем долгов полную авоську простим. В 2014-м она отказалась от претензий на 90% долга Кубы. Почти 32 миллиарда долларов. 20 миллиардов долларов. Именно такую сумму Россия прощает Африке. Кто бы, извините, какой-нибудь Брянской области 5 лярдов зеленых дал? Ну или простил долги за коммуналку? Но нет, Россия не потерпит. Пусть вкалывают побольше и не открывают рот. Брянская область же по Сирии голосовать не будет, а сестричка Боливия вполне. Россия заблокировала расследование применения химоружия в Сирии. За американский проект проголосовали 11 стран. Против только Россия и Боливия. Вот для чего уходят Газпромовские миллиарды. А Газпром кто забыл? Государственная корпорация. То есть это не Газпром выделяет деньги, а каждый гражданин России из своего кармана финансирует марионеток Путина. Теперь же в Боливии меняется власть. О чем это говорит? Да только о том, что Путин в очередной раз героически слил уйму денег в унитаз. Черный день за Российской Федерации, который потерял своего союзника. Причем пример успешных народных протестов заразителен. И вслед за Боливией может настать очередь Никарагуа, куда Кремль также вкладывал деньги. Российские деньги получили и на центральноамериканском Никарагуа. Что еще важно отметить, так это целенаправленную дискредитацию протестных движений федеральными каналами. И не важно, это Боливия или, например, Гонконг. В китайском Гонконге уже которую неделю демонстрации протеста. Смутал уже катится по сценарию украинских Майданов. С теми же технологиями управления толпой и с той же ненавистью властям, что всеми силами подогреваются американцы. В какой бы точке мира люди не вышли отстоять свои права, Скобеевы и компания обязательно изобразят их проплаченными американцами. Операция по попытке к государственному перевороту в Венесуэле была разработана в Вашингтоне. Кто стоит за всей этой латинно-американской весной? Конечно, наружу рвется образ руки Газдепа. Какие выводы из всего этого можно сделать? В Кремле дико боятся, что рано или поздно граждане России вспомнят, что они не безмолвный скот. И больше не захотят стоять в стойле из страшилки из серии «Вы что, хотите, чтобы было как в Украине, Боливии, Гонконге и далее по списку?» Больше не подействуют. Редактор субтитров А.Семкин